Хотите смотреть всё самое крутое и интересное кино онлайн? Тогда заходите на сайт FSTO, ссылка в описании. Если вы перейдёте по ссылке и зарегистрируетесь, то вас ожидает аккаунт без рекламы. Привет всем, с вами я, Воватешевский. Сейчас расскажу вам о интересном аппарате. Это Lenovo A328. Упаковка его выглядит таким образом. В частности, достаточно редко встречаемый смартфон. Не везде его встретишь в продаже, но мне удалось его, как говорится, выудить. И сегодня я смогу рассказать вам о нём. Ну, в частности, немного о комплектации, так как вот эта куча барахла, это и есть его комплектация. Самый стандартный USB-шнурок. Далее, наушники проще некуда. Далее, адаптер. Ну, вот адаптер, наверное, это самый лучший аксессуар, который идёт в комплект, который 1 Ампер, это адаптер, ну и, соответственно, документация. Всё, больше из комплектации нечего показывать. Вся она уже исчерпала себя. И вот уже непосредственно сам аппаратик, сам смартфончик, который выглядит более-менее нормально. Я бы не сказал, что он прям такой классный, но выглядит более-менее нормально. Давайте посмотрим вообще на внешний вид. На обратной стороне есть камера, есть вспышка, есть также логотип Lenovo и снизу динамик. На левой стороне ничего нет. На правой стороне идёт регулировка громкости и кнопка включения. Сверху у нас разъём microUSB и разъём для наушников. Снизу у нас одиноко остался один единственный микрофончик, больше ничего нет. Корпус выполнен из очень глянцевого пластика, который, ну, крышка открывается, она такая мягенькая, очень быстро заляпывается, но и, соответственно, достаточно легко вытирается. Я, ну, попробовал уже много раз, раз пять. Далее. Это мини-сим-карты, то есть их обрезать не нужно, если у вас самые старые вот эти симки. Вот их обрезать не нужно, они именно те, которые сюда подойдут. Плюс ко всему есть разъём для карт памяти, но я затестил, попробовал установить на карту памяти какое-то приложение, у меня не получилось, то есть вот из этих двух приложений, короче, у меня ни одно, а нет, одно стало, по-моему, в память телефона, если я не ошибаюсь, да. А второе не установилось, пишет, что мало памяти, и больше тоже приложений не устанавливается, пишет, что мало памяти. Кстати, что касается передней части, то снизу у нас три сенсорные кнопки. Вы можете видеть немножечко тут такой, ну, короче, плёночка как-то вздёрлась. Это стандартная заводская плёночка, её, конечно, лучше снимать, но если у вас всё удачно, она приклеена, то можете её и оставить, хотя сотрудники магазина очень быстро её снимут, или же продадут вам её как отдельную плёночку, я не знаю, такое тоже бывает. Сверху у нас есть фронтальная камера, что положительно, и, конечно же, динамик. Что касается динамика, то немного, ну, такой средний динамик, я бы не сказал, что он прям качественный. То есть, вроде как хорошо собеседника слышно, но всё равно как-то вот есть такое, знаете, как немножко не хватает звука. Кстати, основной динамик большой, он достаточно громкий. Батарея здесь, а здесь она на 2000 мА, ну, прям здесь не написано, что 2000 мА, но на той стороне есть, я уже успел прочитать. Так, заблокирую телефончик, закрываю его, надо плотненько посмотреть, чтобы со всех сторон он был закрытый. Теперь немного о дисплее. Ну, я сначала подумал, что это IPS матрица, но так как это бюджетная серия, и вообще у них очень такие средние углы обзора, вы видите, даже если сейчас я добавлю яркость, она уже практически максимальная, вот максимальная яркость, её не хватает, этой яркости. Оказалось, что зайдя на сайт производителя, это TN матрица, она даже вроде как должна быть лучше, но в частности здесь она, ну, не лучше. Да, и разрешение 854 на 480. Ну, в принципе, ну, могу сказать, что, ну, нету такого прям дискомфорта в том, как смотришь на экран. Единственное, есть дискомфорт в этих шрифтах, которые очень мелкие, и, как бы, их можно увеличить. То есть, если мы зайдём в специальные возможности, то тут где-то был крупный шрифт, значит, это в экране. Вот здесь у нас есть размер шрифта, огромный, но смотрите, как всё это будет выглядеть здесь. Здесь оно не меняется, то есть, как и остался такой маленький шрифт, так он и есть. Это шрифт касается меню настроек там или других каких-то приложений. Вот, к сожалению, большой шрифт, давайте ещё раз посмотрим, да, огромный, обычный. Да, только это меню, к сожалению. Вот, кстати, что касается некоторых технических данных, ну, кроме того, что он имеет Wi-Fi, BGN, Bluetooth 4.0, самый последний. Ну, можно сказать, ну, есть там 4.1, уже дальше, ну, это такое, это уже в более топовых аппаратах. Он имеет 4 гигабайта встроенной памяти. Давайте посмотрим поближе. Память 4 гигабайта, ну, я уже занял приложением Modern Combat 5, установилось, здесь всё нормально. Попробовал поработать с картой памяти, то есть, даже использовать по умолчанию microSD. К сожалению, этого не получилось установить, пишет, что мало памяти, но это, скорее всего, из-за того, что здесь стоит свежачок. Android 4.4.2 KitKat, ну, свежачок, это на сентябрь 2014 года, чтобы вы понимали. То есть, на январь 2015, возможно, это будет даже уже и не свежачок. Далее, что касается батареи, то, как я и говорил, здесь она 2000 мАч. Вот у меня уже второй цикл зарядки. Лежал смартфон практически всё это время. Режим ожидания 8, 23, 9, 40. Ого, это столько я его использовал? Да нормально, слушайте. Ещё и, оказывается, я его достаточно много поиспользовал. Ну, я имею в виду 83%, час 16, экран работал. Да, в общем-то, за тот период времени, что я сделал, я успел поюзать его, позвонить там, короче, поиграть в Modern Combat 5. Вот, обновить его, там где-то две обновы пришло к нему, когда я его запустил. Ну, в общем-то, поюзал я его неплохо тогда. Дальше, следующее, что ещё тут есть у нас? Ну, в принципе, больше ничего толком нет. Ну, давайте я зайду вам, покажу в приложениях, то, что их, к сожалению, просто переместить на карту памяти нельзя. Сейчас, ну, вот, я не знаю, Antutu, не знаю, да. Вот, тут есть тереть данные. А Modern Combat 5 тоже идти. То есть, он занимает приложение, ну, приложение занимает память на телефоне, и это, как бы, будет большой проблемой. То есть, память, докупив память, там, в 32 гигабайта, вы докупаете её для, там, видео, для музыки, для, там, чего-либо, каких-либо данных, но только не для приложений. Кстати, что касается оболочки, то здесь стоит лаунчер от Lenovo, ну, то есть, оболочка эта вполне себе работоспособная. Правда, достаточно много хавает она оперативки. К счастью, здесь целый гигабайт оперативной памяти. Давайте посмотрим на Antutu, что он нам выдаёт, как для этого аппарата. Уже, в принципе, за такую цену аппараты подтягиваются к отметке 20 тысяч показатель. По железу это MTK6582, который стоит в многих других, более продвинутых устройствах. Даже если мы возьмём, вот, есть у меня Huawei Honor 3C, аппарат на класс, на целый класс выше. То есть, и мы зайдём в Antutu, и посмотрим, что нам покажет Antutu. То есть, он тоже показывает нам 20 почти тысяч. Тот же самый процессор, вот, и тот же самый видеочип Mali-400 MP. Конечно же, преимущество дисплея на Huawei вы видите тем, что он намного приятнее смотреть. То есть, не такой блеклый экранчик, такой тёмный, чёрный, ближе к чёрному. Конечно же, здесь и 1280 на 720 экран, в сравнении с этим, на 480 на 854. И здесь в Huawei преимущество то, что 2 гигабайта оперативной памяти. Вот. Но Huawei как Huawei, а этот аппарат, в принципе, мне понравился. Единственный нюанс, я бы его не рекомендовал бы взрослым и пожилым людям, у кого проблемы со зрением. Потому что всё очень мелкое. То есть, реально всё мелкое. Вот эти вот цифры, это просто ужас. Это беспредел. А ну, кстати, давайте я поменяю тему. Может быть, вот старую тему я поставлю. Может быть, она чуть получше будет. Но, мне кажется, что нет, но на всякий случай. Да, та ещё хуже стала. Ещё хуже. Видно? О, ужасно. То есть, я крайне не рекомендую людям, у кого хотя бы чуть-чуть есть проблемы со зрением. Однозначно не рекомендую. И я не рекомендую тем людям, которые хотели бы устанавливать большие приложения. К сожалению, только нужно его рутировать. Если такая возможность есть, не факт, что она присутствует. И тогда устанавливать приложение на карту памяти. И всё. Это такой нюанс. Что касается камер. Давайте посмотрим на камеры. Здесь основная 5 мегапикселей. Ну, для этого у меня есть такой объект. Ну, сфокусировка здесь, наверное, она вообще отсутствует. Мне так кажется. Да. Сфокусировки здесь нет. Я вообще не представляю, как можно. А ну. Ужасно. Да. Сфокусировка здесь просто всё ужасно. Я так понимаю, что фронтальная камера, она тоже будет достаточно простая. Давайте посмотрим. Как бы так сказать, чтобы её не обозвать. Но это ужас. Это просто крайний ужас. Камеры, они просто здесь присутствуют. И всё. То есть, больше ничего о них сказать нельзя. Несмотря на то, что здесь даже в настройках есть какие-то настройки. Вот. А там 5 мегапикселей снимок. Интересно. А видео даже в Full HD пишет. Ёлы-палы. Ох. Видео в Full HD пишет. Давайте запишем. Сейчас записываем видео в режиме Full HD на Lenovo A328. Вот у нас тут лежит смартфончик. Вот его комплектация. Симпатичная машинка. Кстати, у нас ещё одна есть машинка. Вот такая. Ну, конечно, постоянный фокус на этом смартфоне очень ужасно. Будем заканчивать это видео. Ну, и подводя итог. Вообще, заканчивая видео о данном смартфоне. Скажу вам, что ценовая категория данного девайса весьма демократичная. Стоимость его 120-130 долларов. Это на наших рынках. Я так понимаю, что типа Алиэкспресс и всё остальное можно до 100 долларов взять этот аппаратик. И пользоваться себе нормальным девайсиком, который не будет тормозить. Который будет плохо фоткать. И на который вместится только приложение из социальных сетей. И всё. В общем-то, конечно, аппарат такой себе средненький. Но проблемы с тем, что конкуренции у него пока что такой большой нет. Хотя есть там у Samsung. Это Ace 3. По-моему, даже в принципе, как по мне, наверное, даже лучше взять Samsung Galaxy Core. Вы помните такой аппаратик. Он старенький, правда, там двухъядерный процессор. Но, как по мне, приятнее пользоваться Galaxy Core, нежели этим Lenovo. Друзья, в комментариях пишите, что вы можете сказать, исходя из того, что увидели. И вы, если являетесь пользователем этого аппарата. Может быть, аргументы, какие-то моменты, которые я не нашёл для будущих пользователей данного девайса. Чтобы они могли как-то всё-таки, может быть, переубедиться. Может быть, я так всех настращал. Сказал, что ужасный аппарат. Нет, на самом деле он работает нормально. Но, как по мне, то я бы таким просто не смог пользоваться. Всё. Да, ну ещё, знаете, что единственное действительно мне понравилось. То, что на сентябрь месяц 2014 года Android 4.4.2 KitKat для бюджетных устройств это крайне редкий случай. И этот случай есть в этом Lenovo. Это, наверное, единственное его преимущество и единственный его плюс. То есть, померная цена, невысокая. И Android 4.4.2 KitKat. Всё. Спасибо вам, друзья, за то, что смотрели. Надеюсь, это видео было полезным для вас. Снизу есть такая красная кнопочка подписаться. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. И до скорых встреч в новых видео.